Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовая независимость. Инвестируя уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 27 миллионов рублей. И его можно увидеть здесь на канале по субботу. Многие инвесторы сейчас задаются вопросом, инвестировать или еще подождать. Ведь есть вероятность, что рынки скорректируются ниже, а может впереди даже будет обвал. Ситуация сейчас отличается высочайшей неопределенностью. Справедливости ради надо отметить, что текущие процессы совершенно неординарны. Пандемию инвесторы переживают впервые. Столь масштабные денежные вливания в экономику тоже мы наблюдаем в первый раз. Очевидно сейчас, что многие рынки уже выросли очень сильно. Американцы обновляют максимумы регулярно, российский фондовый рынок растет менее уверенно, но находится выше своих допандемических значений. Правда только в рублях, в долларах несколько другая картина. Многим просто страшно инвестировать на таких высоких уровнях. А кто-то уверен, что зародившиеся признаки начала коррекции должны развиться дальше и можно будет купить активы существенно дешевле. И вот что делать инвесторам на уровнях, близких к максимуму. Как быть? Как инвестировать? Я уже делал подобное видео и рассматривал подобные вопросы в рамках других роликов. Однако, инвестировать сейчас или ждать коррекции – это до сих пор один из самых популярнейших вопросов в комментариях. И сегодня я отвечу на него не только применительно к текущей ситуации, а ответ будет универсальным для большинства возможных ситуаций на перегретом рынке. Начинаю. Что мы имеем? Глобальная экономика до сих пор в кризисе. Рецессия не закончилась. Большинство из нас понимают, что подобные кризисные явления случаются периодически и являются неотъемлемой частью рыночной экономики. А известный вирус просто послужил триггером и запустил эти кризисные явления. Приостановил глобальную экономику, катастрофически сократил потребительский спрос и ударил по нашим с вами кошелькам. Но сегодня не о том, что уже натворил вирус и каковы могут быть последствия пандемии. Сегодня видео будет о том, что делать инвесторам именно сейчас. Как быть? Начинать инвестировать, продолжать, тратить весь накопленный кэш или ждать второго дна, а может быть третье дно будет, или совершенно глупо ждать падения и наоборот нужно расслабиться и получать удовольствие от продолжающегося роста. Итак, как инвестировать сейчас на уровнях, близких к максимуму? Надо понимать, что текущий рост рынка, например в США, поддерживается беспрецедентным количеством ликвидности в виде стимулов и практически нулевыми процентными ставками Федеральной резервной системы. То есть текущий рост поддерживается абсолютно искусственно. Экономическое положение дел совершенно не соответствует ценовым уровням на инвестиционные активы. Это уже очевидно, поэтому не стану раскрывать данную тему. Так вот, к чему я все это сказал. Если посмотреть на некоторые фондовые индексы типа S&P 500 или даже индекс Мосбиржи, то становится понятно, что движения в период пандемии быстро меняли свои направления и порой были очень сильными. И почти любое из этих сильных движений тогда можно было ошибочно принять за начало следующего тренда на рост рынка или на понижение. И комментарии на канале были тогда тоже соответствующие. Типа, ааа, все, ужас, срочно продаем, завтра все упадет в ноль. Или все, рост начался, закупаем на все деньги. Так и было, я ничего не придумываю. Помните, в марте и апреле были торговые сессии по 10% падения за день и по 10% и более процентов роста за день. И в такие моменты можно было на полном серьезе решить, что вот он, рост начался, и войти всеми деньгами в рынки, и не дай бог еще и с кредитным плечом. А по факту на следующий день продолжалось снижение и наоборот. Можно было встать в шорт и в лонг, быстро меняя направление и даже периодически угадывая. Кто-то угадал, а кто-то нет. И это все не инвестиция, это баловство и угадывание, которые приводят в большинстве случаев к денежным потерям. Я не знаю, куда пойдет рынок завтра и послезавтра, но точно знаю, что на длительном периоде времени, от нескольких лет, фондовый рынок будет расти. Поэтому, когда возникает вопрос, что ты будешь делать, если рынок упадет на 50%, я всегда отвечаю – продолжать инвестировать. Именно сейчас участились вопросы в комментариях, почему я не фиксирую прибыль, или что делать, если рынок упадет больше, чем на 30% или даже все те же 50%. Так вот, ответ на эти вопросы в принципе одинаков. Я продолжу инвестировать и в том, и в другом случае. В большинстве случаев долгосрочного инвестирования ждать лучших времен и лучших цен смысла нет никакого. Но есть некоторые нюансы по этой теме, и о них я сейчас все расскажу. Так вот, вопрос инвестировать или подождать возникает в случае, если хочется из возможных коррекционных или кризисных явлений и движений рынка попытаться извлечь дополнительную прибыль. То есть купить активы дешевле. Сразу хочу напомнить, с каким удовольствием и массово некоторые продавали активы и выходили в кэш перед выборами президента США. Потом многие из вас уже в меньшей степени продавали акции перед инаугурацией, некоторые вставали даже в шок. И по понятным причинам эти инвесторы уже ничего не пишут в комментариях. Пока рынок продолжает рост, как вы видите. Я знаю, что на канале много зрителей имеют очень большой процент кэша и ждут падения фондового рынка. Вот, 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 это типа должно скоро начаться. Некоторые даже ждут еще с момента апрельской просадки. Некоторые с выборов. Но это уже не важно. Да, мне тоже хочется купить дешевле. Но мой многолетний опыт инвестирования подсказывает, что поймать ценовое дно с большой вероятностью не удастся. Только если случайные вследствие везения. Такое у меня тоже бывало, я имею ввиду везение. Я покупал практически на самом ценовом дне. Но это точно не результат моей гениальности, как управляющего активами. Это происходило случайно. И если вы заметили, то я никогда не хвалюсь и не акцентирую ваше внимание на своих удачных покупках. Хотя их было довольно много. И не кричу, что у меня лучший аналитик, и поэтому смотреть нужно только меня. Просто суть инвестирования совершенно не в этом. Не в прогнозировании правильных точек входа. Ну и тем более выхода. Просто посмотрите мои видео по вторникам, это оранжевая выделяющаяся обложка. Там вообще нет и мыслей о точках входа. Там регулярное инвестирование. При этом результат вполне нормальный, и я его абсолютно открыто показываю. Это все без трейдинга, спекуляций и теханализа. Так вот, суть в том, что никто не знает, куда пойдет рынок. И если какой-то блогер уверенным голосом кричит, что в следующем месяце падение рынков, через неделю доллар будет по 100, а вот эта вот акция скоро вырастет вот по-любому, то включайте, пожалуйста, свое критическое мышление. Он тоже не ванга, он ничего не знает, он просто делает вид, что является экспертом. Странно, что многие верят во все это и совершенно не видят истины. Так вот, стоит признать, что никто не знает, куда пойдет рынок. И в своем инвестировании исходить именно из этого. Перейду к конкретике по теме ролика. Рассмотрим вариант, когда вы полностью или почти полностью в кэше и ждете коррекцию или обвал уже давно. Как вы видите, последние, даже небольшие коррекции на рынках регулярно и довольно быстро выкупаются. При этом рынки могут поддерживать еще годами, вирус рано или поздно возьмут под контроль, а экономика вполне может и вырулить со временем. В конце концов, тот же доллар может продолжать обесцениваться вместе с рублем и тогда активы будут дорожать только по причине девальвации этих самых валют. Если вы ждете в кэше идеальных условий, то рискуете остаться с теряющими покупательную способность деньгами. Сейчас еще остались активы, которые явно не на максимумах и вам уже повезло в этом смысле. Да, можно предположить по каким-то признакам, что рынок пойдет ниже. Сейчас есть такие предпосылки, я о них уже много раз говорил. Вероятность коррекции сейчас реально возрастает. Но и рост рынка тоже может продолжиться. И на этот сценарий тоже есть свои аргументы, не буду их повторять, я все это уже говорил много раз. Далее. Наверняка вы как-то сможете объяснить себе свою позицию ждущего. У вас же есть аргументы, чтобы продолжать ждать, правильно же ведь? Но это совершенно не означает, что рынок сделает так, как нужно именно вам. Будет так, как будет. В этом уже убедились те, кто выходил в кэш перед выборами. В общем, мистер рынок вам ничего не обязан и поступит по-своему. Наверняка у вас ставка была и есть на то, что рынок, по вашему мнению, должен был обязательно упасть до определенных уровней. Как, например, сказал вам все тот же теханализ или собственные умозаключения. Однако, индексы туда не пошли. Могут и не сходить в будущем. Да, могут и не сходить до ожидаемых вами уровней. Имеют полное право. Получится, что вы упустили или упустите возможность купить активы по низким или просто по приемлемым ценам. Подчеркиваю, просто по приемлемым ценам. Это тоже нормально. Может получиться, что ожидание окажется совершенно невыгодным. Конечно, есть вероятность, что вы дождетесь желаемого. Но совершенно не обязательно. Как быть, спросите вы, чтобы избежать такой вот неприятной и в большей степени даже непонятной ситуации. Уверен, что почти всем хочется получить чуть больше от таких вот ситуаций. Хочется купить дешевле. И именно то, что обязательно вырастет намного. Такова природа человека. Просто нужно понимать, что угадать по лучшему варианту у вас не получится. Скорее всего не получится. Так вот, в этом случае можно инвестировать не все деньги сразу, а только их часть. А вот другой частью как бы рискнуть и продолжить ждать. Но стоит ли рисковать? Ведь опять же можно не угадать. Но заметьте, рисков уже будет меньше, так как это будет только часть ваших средств. Таким образом можно разбить ваши денежные средства на несколько частей и разнести все это дело во времени. Этим самым вы снизите риски входа в рынок очень существенно. Да, в этом случае вы исключите и самые худшие сценарии развития событий, но и самые лучшие тоже. Я, например, инвестировал большую часть своего накопленного кэша в портфеле, а тогда на тот момент это было около 35% кэша. Как только падение в апреле стало ощутимым. И те текущие в то время цены начали соответствовать интересным, явно повысившимся дивидендным доходностям активов. Мне это было важно, так как основная цель моего инвестирования это не рост цены активов, а рост дивидендной зарплаты. Напомню, что в последние годы я успешно реализую инвестиционную стратегию под названием дивидендная зарплата. А на экране сейчас обложка к основному и самому важному видео этого канала. Смотрите и увидите, как дивидендная зарплата растет, а финансовая независимость приближается. Так вот, я не угадал тогда ценовое дно и не скрываю этого. В этом совершенно не стыдно признаться, это нормально. Основные мои покупки были не на дне, а чуть выше. И меня это не смущает и даже не расстраивает. Я отлично понимаю, что можно было купить и ниже, и это было бы гораздо выгоднее. Конечно, можно было бы, если бы я угадал. Но я традиционно не считаю угадывание основным элементом стратегии своего инвестирования. Странно думать, что некоторые всезнающие блогеры реально знают, когда нужно покупать. Они просто говорят уверенным голосом и типа с аргументами, и толпа почему-то ведется на это. По факту, они ничего знать заранее не могут. Но у меня здесь далеко не толпа, так как я уверен, что я уже развил у вас критическое мышление. Ну, в большинстве случаев. Так вот, я не знал точно, когда нужно покупать. Поэтому я покупал частями, постепенно и снизил риски для себя очень заметно. При этом сейчас мой портфель уже вырос более чем на 50% с минимальных значений прошлого года. А если бы я долго ждал, то, скорее всего, купил бы позже и существенно дороже. И результат инвестирования был бы явно слабее. А теперь конкретные рекомендации. В общем, рекомендую в подобных случаях, когда возникает вопрос инвестировать или подождать, поступать следующим образом. Покупать ступеньками. Например, при падении 5-10% вы тратите определенный процент от всего кэша. Например, там 20% или даже больше. Или меньше. Таким образом, вы точно поучаствуете в покупке дешевых активов, хотя бы частью своего кэша. Или не обязательно дешевых. Вот повторю эту мысль. Просто купите по нормальной цене. А теперь ситуация роста рынка. Если рынок растет безудержно, как сейчас, то заходить в рынок можно точно так же, ступеньками. Вы же не знаете, когда временно прекратится этот рост. Возможно, что даже сейчас не самый плохой уровень для покупок. При этом те активы, которые вы все-таки купите, начнут приносить вам дивиденды. Об этом тоже не забывайте. А сидеть просто в деньгах, это означает терять на инфляции. Ну, думаю, что уже понятно, что и как нужно делать, если кэш есть и его довольно много. Далее, что делать тем, у кого кэша осталось мало. Это как раз мой случай. Например, до 15% или до 10% от общей стоимости всего портфеля кэша. Ну, у меня реально меньше. Вы наверняка это знаете, так как я это все показываю, рассказываю по субботу. Продолжать инвестировать сейчас или ждать лучших времен. Вот в этой ситуации. Ведь активы уже дорогие и оставшиеся кэш тратить очень не хочется. Его мало и обидно будет купить на максимуме и потом наблюдать за снижением цен купленных активов. Уверен, что есть такие мысли и рассуждения у вас. Ну, у меня они точно есть. А вот тут многое зависит от текущей структуры вашего портфеля. От риск профиля и, конечно же, от целей и горизонтов инвестирования. И, естественно, от того целевого инвестиционного риска, который вы хотите поддерживать в своем портфеле активов. Так вот, сначала нужно осознать, что если у вас кэша реально немного, то и цена вашего решения подождать будет небольшая. Даже если вы ошибетесь, то ничего страшного не произойдет. Особенно если учесть, что вы инвестируете в долгосрок. Длительный горизонт инвестирования исправляет практически любые ошибки по моментам входа в рынок. Но и здесь можно уменьшить, усреднить величину ошибки применением той же самой системы закупок с ступеньками. Просто и суммы, и ступеньки могут быть меньше, так как кэш у вас реально меньше. В конкретной ситуации, например, сейчас максимум на рынках и покупать на хаях совершенно не хочется. Ну, разбейте ваш оставшийся кэш опять же на части и купите активы сразу на небольшую сумму денежных средств. А через пару недель опять на такую же. Ну и так дальше. Если коррекция произошла или произойдет, ну вот вследствие вот этого постепенного покупания, скажем так, то вы купите дешевле и порадуетесь дополнительно. Если не произошла, то ничего страшного, вы уже в активах и ваш портфель не только растет, но и приносит дивиденды. Я, например, стараюсь покупать хоть на немного даже на росте. И всегда стараюсь иметь небольшой запас кэша. Я все это показываю, вы об этом знаете, рассказываю в своих субботних видео. Смотрите, я там все объясняю практически каждый раз. И сейчас текущая ситуация на рынках меня, конечно же, очень интересует, но беспокоит совершенно не сильно. Я не напрягаюсь, по 20 раз в терминал не заглядываю, не жду откровенно эту коррекцию. Что будет, будет хорошо, не будет и ладно. Я понимаю, что оставшуюся часть кэша я всегда успею потратить, например, на облигации. Именно поэтому в моем портфеле сейчас облигаций пока нет. Для них зарезервировано место в портфеле на случай продолжения роста на фондовых рынках. Я очень часто говорил в своих видео, что облигации меня сейчас не интересуют. Так вот это одна из причин моего такого вот отношения к облигациям. Но это моя стратегия, мой риск-профиль. Большинству из вас облигации лучше иметь в портфеле сразу для правильного изначального баланса по классам активов. Потому что мудрить, не имея опыта и не понимая, что и зачем делаешь, чревато будущими потерями. Но это вот прям конкретный совет. Далее. Совет всем инвесторам. И начинающим, и с опытом. Инвестируйте равными долями на равных промежутках времени и на падение рынков, и на росте. И тогда вы просто будете получать усредненную рыночную доходность, а ее вполне хватает, чтобы обгонять инфляцию и наращивать свой капитал. Это универсальный и проверенным временем совет. Да, он слишком простой, и его ненавидят трейдеры и спекулянты, которые жаждут с вас денег за обучение своим псевдонаукам. Потому что это, по факту, работает гораздо лучше их типы хитроумных схем, стратегий и тактик. Ну а на сегодня это все. Хочу вам пожелать удачных инвестиций, достижений ваших финансовых целей. Всем здоровья, большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.